Привет, с вами Велсу Ком. Мы с вами уже распаковали и поиграли на Xbox Series X. Так, кто у меня на пути встал? Ну-ка иди сюда. Жбан, короче, на. Ой, как я люблю игры, в которых можно... Ооо, как можно... Блин. Заценили PlayStation 5. Слушайте, это крутая штука. Ты купил, радуешься. Поэтому, если у вас есть офигевший какой-нибудь телевизор, то, пожалуйста, покупайте PlayStation 5 и наслаждайтесь всем контентом, в том числе и видео. И неистово играли во все игры. С RTX 3090 Next Gen пришел со всех сторон. Ну, это вообще отвал... Вл***ть, это х***ец. Как мало человеку надо для счастья. Doom 8K. Здорово, дядь. Ну, знаете, какая штука? Во всех этих роликах я вам говорил. Ладно, новая консоль или там ПК. Есть еще всякая периферия, которая требует обновления под вот эти все современные требования. Будь то телевизор с HDMI 2.1, поддержкой 120 Гц. Либо, я не знаю, какие-нибудь огромные SSD, потому что, например, 600 доступных гигабайт в PlayStation 5, это прям билы. Ну, этого недостаточно, чтобы кайфовать. Ты Call of Duty скачал, все, место закончилось. И самым важным аспектом во всем этом является интернет. Потому что, как и в случае с Xbox, так и в PlayStation, есть версии без привода вообще. Потому что мы с вами стремимся в будущее. Он, в принципе, не очень нужен. Ну, а если мы говорим про ПК-гейминг, там интернет всегда был очень важен, потому что это и киберспорт в том числе. Очень важно, чтобы в CSGO, даже в Dota, у тебя все работало максимально быстро, красиво. И ты проигрывал не потому, что у тебя залагало, а просто скилл не дотягивает, как это обычно в моем случае бывает. Почему у меня на столе стоит вот эта железка? Потому что я, как и многие, думал, что если купить дорогущий роутер тысяч за 30-50, вот такие сейчас стоят именно столько, с вот такими гигантскими антеннами и поддержками всех современных стандартов, то я улечу в космос и буду рад. Во-первых, этот у нас, к сожалению, вообще сгорел. Мы не ставили на него прошивку от Олега, мы просто пытались ее обновить. И, к сожалению, он завис. Наверное, его чисто в теории можно сбросить, но мне уже как-то не хочется морочиться, поэтому мы его отправляем в утиль. Если я брошу, будет, наверное, неловко. Да бросай ты его. Все, пока. Е-е-е, третий кончик. Может, он починился, кстати, после этого. Существует ли интернет, который годится для современных игроков? Для людей, которые вообще достаточно требовательны к качеству соединения. А что это такое? Это хороший роутер сам по себе, это классный канал, и это стабильная работа, лично для меня. И, может быть, еще какие-нибудь фишечки, если есть. И к нам пришли ребята из Ростелеком, говорят, Валя, смотри, у нас есть пон, вот эта оптика замечательная, красивая, но специально для тебя мы готовы первыми в Москве сделать пон, вот чтобы у тебя было сразу. А еще у нас есть новая тема, игровой роутер. Я такой, стоп. А там еще у роутера есть искусственный интеллект, который анализирует входящие пакеты для того, чтобы, знаешь, тебе ускорять процесс игры. Я такой, во, все продано. Давайте, несите сюда. Сегодня мы с вами на эту радость и будем смотреть и тестировать во всех играх. Поехали. Красивый такой залетает. На скоростях гигабитных, как положено. У нас, кстати, на студии 300 мегабит. Я вам хочу сказать, что для бизнеса это вообще классная история. Но недостаточно, потому что сейчас, что, Киберпанк выйдет, скачай. Блин, знаете, сколько колда весит для PlayStation 5? 200 гигов, потому что они качают версию для PS4 и для PS5. И ты такой, можешь выбрать какие-то отдельные моменты, но еще надо скачать дофига гигабайт, чтобы потом разобраться. И вообще, в принципе, в современном мире хочется, чтобы, конечно, все качалось быстро и игралось приятно. Потому что, ну, серьезно, я, например, в FIFA охренел, когда у меня все лагает. Это прямо невозможно. А вы же в Weekend League играете, играете. Вот должно все работать как нужно. Смотрите, у нас с вами игровой Wi-Fi ротор. Вот ровно так он и называется. Мы с вами понимаем, что когда написано игровой, значит, хороший, да? Еще, чтобы была LED-подсветка в идеале. Но здесь и компьютера достаточно. Он мигает и все нравится. Потому что эта вещь, это все-таки утилитарный продукт, который должен выполнять свою функцию в первую очередь. И, как вы видите, он забрендирован Ростелекомом. То есть здесь написано прямо игровой Ростелеком. Но мы с вами знаем, вот если здесь посмотреть, то произведен он компанией Huawei. Вот так вот. А эти ребята знают толк в железе. Потому что, если вы вдруг забыли, то они очень сильны в B2B и вообще в телекоме. И многое оборудование поставляется исключительно ими. Здесь и про 5G не стоит забывать и так далее. Поэтому железка сама по себе интересная. Давайте заценим, что идет в комплекте для начала. И вы скажете, Валя, а как его купить? Вот я хочу себе сейчас его купить. А как это сделать? А я вам расскажу, но чуть позже. Потому что там достаточно интересная схема. Ну-ка, смотрим, что тут у нас интересного. Опа. Так. Ну, во-первых, конечно, я уверен, что у многих из вас будет вопрос к... Вот так вот. Дизайну. Потому что вы скажете, Валя, а где вот эти рога? А вот ты только что нам Netgear показывал, там вот эти антенны. Но дело в том, что дизайн с антеннами, как это ни странно, это более простая версия. Прикиньте. То есть, когда производитель делает вот эти вот рога во все стороны, это не значит, что это круто. Это некоторые понимают, что типа, ну, чем больше вот такого обвеса, тем лучше. Но, вот когда так, значит, здесь интегрировано все, конечно, в лучшем виде. И антенна у этого роутера достаточно мощная. Потому что, спойлер, мы им уже какое-то время попользовались. И никаких вопросов по этой части не было. Более того, вам скажу. Если вы взглянете на современные роутеры, те, которые можно пойти купить в магазине, то, как правило, у хороших, дорогих, действительно качественных, признанных на рынке, опять же, торчащих антенн, как правило, нет. То есть, это не признак уровня, назовем это так. Поэтому здесь дизайн в современном тренде. Раз. Дальше. Что у нас в комплекте? Сразу видишь наклейки, понимаешь? Когда есть наклейки, значит, серьезный подход. Ну, кроме шуток. Мне кажется, любой стикер, это замечательно. То есть, ты такой хопа, приклеил, нравится. Это мы обязательно сейчас сделаем. Ну, и, конечно, здесь из интересного еще мануал. Как это все работает, подключается, понятное дело, на русском языке. И обязательно Ethernet. Вот такой вот проводочек черный. И блок питания. Кстати, вот просто по приколу заморочили. Смотри, какую сделали штуку на самом блоке питания. Ну, допустим, это выглядит забавно. Вот, собственно, и все. Потому что в случае с роутером комплект, конечно, замечательный. Но главное, как он работает и что умеет. Смотрите, какая штука. В принципе, вы можете купить этот роут самостоятельно. Но работает он в сетях Ростелекома. Ну, допустим, у вас был какой-то другой старый роутер. Вы решили обновиться и взять себе железку. Пожалуйста. Есть такая возможность. Но по факту все это устанавливает специальный человек, который приходит подключать вам интернет. Но из интересных особенностей. Его можно поставить на ножку. Можно повесить на стену. В данном случае ножка удаляется. Ну, и из разъемов здесь все достаточно стандартно. Здесь есть USB для подключения какой-нибудь периферии. Сейчас это, я не знаю, актуально. Нет, раньше можно было принтер там воткнуть и так далее. Но сейчас все современные умеют уже во все эти беспроводные технологии. Есть 4 LAN выхода, которые позволят вам подключить еще что-то. Ну, и, конечно же, сам PON приходит вот сюда. Отдельно здесь есть такая вот дверка. Мы ее с вами скрываем. И вот сюда все это аккуратно монтируется. Если говорить про поддержку всех современных технологий, то здесь, конечно же, вот эти маемые истории, когда он умеет во все стороны, как положено. Сам роутер, по сути, создает две сетки на 2.4 и 5 ГГц. И 2.4 нужны для кого? Я раньше думал, нахрен вообще 2.4 в современном мире? А оказалось, многие аксессуары для умного дома, там, лампочки какие-нибудь, еще всякие штуки работают именно на сетях 2.4, ну, потому что у них высокий радиус поражения, назовем это так. А в случае с 5 ГГц, это, конечно, максимальная скорость, радость и так далее. Он не умеет Wi-Fi 6. И я сначала такой, опа, а как так Wi-Fi 6? Ну, хочется, чтобы был Wi-Fi 6. А потом я узнал, что Xbox Series X тоже не умеет Wi-Fi 6. Я такой, ну, окей, ладно, уравняли. Но вообще это все будет развиваться, и, конечно, в будущем Wi-Fi 6, наверное, появится. Но сегодня не так много девайсов, которые работают с этой технологией. Поэтому хорошие 5 ГГц, как говорится, наш выбор. Помните, на коробке было написано «умный». В чем прикол? Дело в том, что этот роутер умеет анализировать трафик. И сразу, без распаковки, пакеты понимают, что это игра. И, соответственно, приоритизируют их. Мне кажется, это круто. Сейчас проверим. Поддерживается это все, в том числе, на уровне железа. И на ПК мы, допустим, запускаем Call of Duty Cold War современную. И сейчас посмотрим, как она работает. То есть я хочу протестировать на нашем обычном, назовем его так, интернете. То есть у нас хороший Wi-Fi, мощный, но без этой радости. И потом посмотрим, как работает эта технология. Это что касается ПК. Ну и в том числе я беру свою PlayStation 5 и смотрю, как она работает там. Например, скачаем игру, посмотрим, насколько быстро. У нас гигабит, а я считаю, что опять же в 2020 гигабит это счастье. Ну и, собственно, пора играть во все игры. Полетели. Для начала мы подключились по проводу, для того, чтобы протестировать, получаем ли мы заявленный гигабит. И видим, что да, 3,56 миллисекунды и 900 плюс, все как положено. Но, конечно, профессионалы, какие-нибудь киберспортсмены, люди, которые хотят добиваться каких-то лютых результатов, исключительно используют проводное соединение, так и надо. Но давайте будем реалистами. Большинство, конечно же, использует Wi-Fi. И мы с вами говорим про как раз искусственный интеллект и все эти радости, для того, чтобы стандартному игроку, просто который увлекается всеми этими делами, было комфортно, весело и замечательно. Что мы делаем? Мы запускаем с вами Call of Duty, но для этого мы отключаем, во-первых, Ethernet. Спасибо ему за то, что он нам показал красивые скорости. Включаем обратно мой Wi-Fi. И для начала мы активируем нашу обычную сеть. И смотрим, как покажет Call of Duty Cold War на нашем базовом Wi-Fi, который дает 300 мегабит. Но здесь, на самом деле, вот именно пиковая скорость не так важна. Важны вот эти все штуки, которые нам, собственно, и дают приемлемый пинг, чтобы мы играли в удовольствие, ничего не лагало. Полетели. Но для начала, поскольку у нас лютый игровой ноутбук, мы установим качество картинки на максимальное, конечно же. Ну и в Call of Duty есть прикольный режим отслеживания как раз всей сетевой активности. Он показывает и время отклика, и потерю пакетов. DLSS мы назначим на эффективность, и вот так победим. А теперь залетаем непосредственно в... Сюжет нам не годится. Мы заходим в сетевую игру, и быстренько какой-нибудь матчик смотрим, что из этого выйдет. Ну что, сразу видим, что у нас с вами 18-19-20 миллисекунд. Я думаю, что потери пакетов не будет, это уже совсем какая-то жесть. Но в целом нормальный, мне кажется, игровой пинг. Вполне комфортно можно играть. И обратите внимание, 72 FPS. Вау, в Call of Duty на ультра настройках. Вот это величие с рейтрейсингом, со всеми радостями. Единственное, конечно, на ПК тяжелейшая ситуация. Я все-таки привык уже даже к Call of Duty на геймпаде, поэтому мне прямо вот мышка с клавиатурой залетает тяжело в онлайне. В шутерах, конечно, я понимаю, что кайф. Например, Doom Eternal, я вам рассказывал, я прошел именно на таком сетапе. Но вот здесь, конечно, уже реакции моей не хватает, вот что я вам скажу. Но давайте зафиксируем цифру в 20 миллисекунд. Вот здесь, если что, все эти радости мне демонстрируются. Ну и убьем кого-нибудь для, так сказать, красоты, опять же. Где там кто-то? Думал убежать от меня. Хрен там плавал. Пятку убил все-таки. Слишком все плавно, я на консолях не привык к такому. А вы, наверное, думали, как же так складно получилось, Валя? 20 миллисекунд это офигенный пинг, да и никаких потери пакетов. А дело в том, что это была пустая сетка. И опять же, мы с вами понимаем, что в жизни так не бывает. В жизни есть жена, дети, какие-то другие процессы. Что-то качается, что-то загружается. И это все влияет, в общем-то, на интернет. И мы с вами видим, что, конечно, и с таким онлайном можно играть вполне. Но это, собственно, не самый кайф, да. Потому что чем больше нагрузка на сетку, тем больше это будет влиять на ваш уровень игры непосредственно в онлайне. А есть, собственно, CS GO, где каждая миллисекунда важна. Или как, я даже сейчас не понял, откуда меня убили вообще. Вот, собственно, вот так вот. Вот они пошли потери. И 50 миллисекунд, 60. Тоже вполне играбельно, но почувствую, как говорится, разницу. А почему так происходит? А потому что я взял свой MacBook и навернул здесь себе, простите, немножко торрентов. Вот, собственно, у меня качается все по красоте. А теперь мы сделаем тот же самый сетап на нашем игровом роутере. Ну, я вам сразу скажу, что в базе мы получаем там те же 20 миллисекунд плюс-минус. Может, чуть меньше, там, 17-18. Но хочется посмотреть, как будет работать сетка и роутер, когда у нас с вами параллельно качаются торрентики. Смотрите, какая история. Я запустил, собственно, торрент. Мы с вами видим, что со скоростью аж 20 мегабайт в секунду он качается. И мы с вами снова залетаем в сетевую игру. И вот здесь должен искусственный интеллект как раз эти входящие пакеты и трафик этот понимать. И пинг должен быть козырный. Давай заценим. Так, и я снова лазутчик. Я что-то прям лазутчик в последнее время. Опа! Ты понял? Смотри. Смотри. При том, что у нас с тобой качается торрент. У нас 20 миллисекунд. И вообще никаких потерь. Командный бой. Командный бой. Вау! 22... То есть он держит примерно 22... Слушай. То есть загружены сетки. А вы понимаете, да, что кто-то телевизор смотрит, кто-то в интернете сидит через телефон. Никак не влияет на мои геймерские движения. Ну, почти убил подлеца. А-а-а! Вон она, пошла жара. Так, слушайте. Ну, что я хочу вам сказать. Мы с вами видим 20 плюс-минус миллисекунд. Но самый-то кайф в том, что смотри, у меня параллельно качается торрент. Я не то, чтобы это поддерживаю, но ради теста замутили. Пожалуйста, 15-20 мегабайт. Меня тут убили. А на пинг это никак не повлияло. Еще раз. На обычной сетке с классическим роутером. Если сетка не загружена, все окей. Но если в процессе, в параллели что-то происходит, то, соответственно, звените, пожалуйста. Ну, стабильный коннект, я хотел сказать. Ну и, собственно, пока мы тут с вами бегаем, вы спросите, Валя, а как это работает? Дело в том, что нужна поддержка еще и со стороны игры. И смотрите, вот есть списочек на сайте, кстати, он так называется, rtx.rt.ru. И, конечно, здесь весь свет киберспорта. И Dota 2, и CS GO, и даже Destiny, и прочие-прочие игры. Поддержка, соответственно, добавляется со стороны. И поэтому со временем будут появляться и другие тайтлы, чтобы вы играли в радости. Хочется кого-то еще гахануть, и все, подожди. И хочется PlayStation еще что-то тестить. Роната! Но перед тем, как мы с вами заценим консолечки, я вам вот что скажу. В моем инстаграме, подписывайтесь, я разыграю 4 кода на Call of Duty Cold War Ultimate, чтобы вы вот так вот бегали в радости и отомстили за меня всем этим враженным, неприятным. Ха-ха-ха-ха, спаситель! Вау! Погнали посмотрим на PlayStation. Так, смотрите, что у нас на PlayStation происходит. Например, я хочу скачать Days Gone, который по PlayStation Plus там прилетает. И он получил улучшенную графику, ну, по крайней мере, фреймрейт и прочие радости непосредственно на PlayStation 5. И что мы с вами видим? 12 гигабайт будут качаться 16 минут, а вся игра обещает мне скачаться за 49, 36 гигов за 49 минут. И это по Wi-Fi. То есть у нас, конечно, велик соблазн подключить сейчас роутер непосредственно по Ethernet, но это Wi-Fi соединение. Офигительно! Если вы помните, то на PlayStation 4, 4 Pro по Wi-Fi таких скоростей в принципе не было. Здесь, наверное, заслуга и Sony, в том числе, что они наконец-то сделали хорошо. Ну, а просто быстрый интернет это кайф, когда ты залетаешь в какую-нибудь FIFU. И тебе же нужно, соответственно, быстренько играть и красиво делать. Собственно, мы переподключаем интернет на наш новый красивый. И смотрим, какая скорость у нас будет соединение с соперниками в онлайне. Я, кстати, собрал себе Барселону вот такую вот звонкую. Все игроки играют или когда-либо играли в Барселоне. И, конечно, купил Марадону, потому что, ну, надо отдать дань уважения. И у нас время отклика 32 миллисекунды. Отлично, на самом деле, для Wi-Fi вообще зашибись. Играть можно без страдания. Вот это я понимаю плавность. Вот это прям приятно играть. Так, первый пошел. Да, народ, к сожалению, качественный быстрый интернет никак не влияет на твои скиллы. Как, собственно, и Pay to Win здесь, к сожалению, тоже нету. Ребята что-то вообще не смогли. Но интернет-то, а? Он, смотри, как радуется. Ну что ж, народ, злобный игровой сетап в конце 2020 года выглядит так. Игровой ноутбук, либо ПК, 3090, вот эти все дела. Я, кстати, обломался, что мобильные чипы 3000 серии появятся только в следующем году. Хочется уже здесь и сейчас. Ну ладно. Дальше у нас у меня есть Xbox Series X, чтобы геймпассы, вот эти все дела. PlayStation 5, чтобы эксклюзивы радоваться. И игровой роутер, и вообще вся история от Ростелеком, чтобы у нас был хороший, приятный интернет. Как-то так. Но на самом деле, давайте будем реалистами. Игровой, это не значит, что он только для тех, кто увлекается играми. Это просто для требовательных пользователей. Поэтому, если вы даже не очень играете во все эти вещи, вам все равно эта тема зайдет, потому что это быстрый, стабильный, качественный интернет. Имейте в виду. Ссылочка в описании. Осталось нам только с ценой определиться. Помните, я вам в начале ролика обещал. Смотрите, есть две опции. Можно взять в рассрочку на 24 месяца, по 399 в месяц, welcome. Либо купить за 8999. И вы, в принципе, можете это сделать, даже если у вас есть какой-то другой роутер от Ростелекома и интернет в целом. А мы еще вот такие три штуки для вас разыграем. Поэтому, если у вас даже нету пока интернета от Ростелекома, можете использовать, потому что это просто хорошая железка. Для своей внутренней сети, там, не знаю, расширить покрытие, что-нибудь такое. Все, что нужно сделать для того, чтобы выиграть эту радость, это, во-первых, конечно, подписаться или быть подписанным на канал Велсаком. Во-вторых, написать мне в комментариях, какая скорость интернета у вас сейчас, довольны вы или нет, вот это все. И опционально поставить лайк на этот видеоролик, мы это не чекаем, но это так, знаете, плюс-плюс к удаче. И совсем скоро, в конце месяца, тут осталось-то всего ничего, разыграем вот эту радость, кому-то из вас три штучки улетит. А я с вами не прощаюсь, потому что мы в интернете, а значит, совсем скоро увидимся. А я со своим новым красивым интернетом, спасибо ребятам вообще из Ростелекома, у нас теперь нормальный царский интернет. В Москве такого вообще в студии, вот еще раз, в B2B вы вообще никак в жизни не выкупите. А мы теперь сидим на гигабите, качаем в одну сторону, загружаем в другую сторону. Теперь можем вообще 8К лить туда-сюда, ну то есть это счастье. Увидимся.